ПЕСНЯ 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 Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня за литургией мы слышали отрывок из второго послания апостола Павла Коринфянам, где он говорит следующие слова. «Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Совершенно очевидно, что апостол Павел использует эту аналогию, этот пример из сельскохозяйственной жизни, потому что точно знает, что его поймет, слово его поймет каждый человек, потому что большинство из тех, кто слушал, имели отношение к земле и хорошо понимали, чем лучше засеешь, чем больше вложишь в землю, тем больше и получишь. Но апостол Павел, конечно, не давал инструкций своим слушателям по поводу того, как им вести свое сельскохозяйственное дело, потому что они разбирались в этом, наверное, лучше, чем сам апостол Павел. И слова свои он, конечно, используя этот сельскохозяйственный образ, отнес к совершенно другому. Кто лучше сеет, тот лучше и пожинает. О каком же сеянии идет речь? А речь идет о том сеянии, в результате которого вырастает урожай, результат нашей жизни. И вот этот результат, этот урожай, будучи нематериальным, вместе с человеческой душой переходит в вечность и предстает пред Богом. Вот о каком сеянии и о каком урожае говорит апостол Павел. И это, конечно, совсем другая тема, имеющая отношение к любому человеку, вне зависимости от того, имеет он отношение к сельскому хозяйству или к какой-то другой сфере человеческой деятельности. Эти слова для всех нас. Кстати, эти слова отобразились и в народной мудрости, что посеешь, то и пожнешь. То есть сеянием с человеческой деятельностью связывается результат. Результат может погубить сеяние, погубить труды или, напротив, вернуть сеятелю с избытком результаты его трудов. Вот если вдуматься в эту притчу, то она, конечно, очень соответствует вообще всей жизненной логике. Но в самом деле, сейчас что-то скажу современным языком, чем больше эффективнее инвестиции, тем больше прибыль предприятия. Сеяние – это и есть наша инвестиция в самих себя. Это и есть самая важная инвестиция. Более важной не существует, потому что в результате не прибыль государства, а спасение нашей души, а значит, в категориях человеческой жизни наше подлинное счастье и благополучие, не призрачное, за которым бегают люди по ночным барам, по ресторанам, по увлекательным заведениям, всячески желая себя развеселить, подменяя счастье весельем. Многие по опыту знают, что веселье, особенно сопровождавшееся распитием спитных напитков, чаще всего не радостью заканчивается, а горькими слезами. Иногда люди волосы рвут. Ну что же я наделал-то? Зачем все это надо было? А почему делал? А потому что весело было, радостно было. Другими словами, вот эти инвестиции размером во всю жизнь, они каждым человеком должны быть вложены в самое прибыльное дело. Каково же это дело? Куда нам с вами вкладывать свои инвестиции, свой разум, свою волю, свои чувства, свои знания, свой опыт? Мы должны вкладывать все это в то дело, которое откроет перед нами врата Божественного Царства. И не только после смерти, уже здесь на земле. Сделает нас счастливыми. Ну а для того, чтобы вкладывать инвестиции, нужно же какое-то руководство. Сейчас масса существует различных консалтинговых групп, различных письменных руководств, куда и как нужно вкладывать деньги, чтобы разбогатеть. Но у нас с вами есть самое лучшее руководство, которое прошло проверкой, тысячелетий, которое ни разу не дало сбоя, не дало никакой ошибки. При исполнении этого руководства всегда человек выигрывал. Этим руководством является Слово Божие. Внимательно слушать Слово Божие. Применять его в отношении своей собственной жизни. И в большом, и в малом. С женой поссорился. А ну-ка, что Слово Божие говорит? Как мне из этого кризиса выйти? С детьми нет общего языка. Как бы надрывается сердце матери. А как поступить? Куда идти? В какую консультацию? В какую консультацию? Да откройте вы Евангелие. Внимательно прочитайте. И получите все консультации. А если уж что-то не поняли, к батюшке придите. Он растолкует. У нас с вами есть инструкции. Но самое главное, у нас с вами есть начальный капитал, который мы можем вложить в ту самую великую и самую правильную инвестицию. Этим капиталом является наша жизнь, наш разум, наше нравственное чувство и, конечно, знания, которые необходимо иметь. Знания божественного закона, самого главного закона. Знания опыта других святых людей, которые достигли того, о чем мы сейчас с вами говорим. Другими словами, у нас есть все, чтобы распорядиться своим капиталом. Так, чтобы получить избыточную прибыль, полноту жизни здесь, абсолютную правильную систему координат жизненных и жизнь будущего века. А теперь давайте соотнесем вот эту задачу со всеми другими задачами, которыми мы занимаемся каждый день. Выходим из храма, у нас, конечно, много задач, забот, и каждая из них имеет смысл, значение. И чаще всего не только материальный, но и духовный, потому что за решением этих задач стоит либо забота о здоровье своем, или ближних своих, или воспитание детей, или какая-то помощь другим, или исполнение каких-то государственных задач. Все это серьезно. И все это как бы нужно исполнять. Но для того, чтобы достичь окончательной цели, о которой мы сейчас говорим, нужно помнить, что самой великой нашей заботой и самой большой ответственностью является забота и ответственность о своей душе и о душах ближних наших, родных нам людей. Вот почему я всегда говорю, что религия – это не 25-я и не 38-я точка в повестке дня. Если так, то тогда и не надо называть себя верующим человеком. Вера – это номер один в нашей жизненной повестке. Помните это, пожалуйста. Номер один. А если номер один, то и жить мы должны соответствующим образом. Начиная с посещения храма, чтения Священного Писания, с построением жизненных отношений с другими людьми, опять-таки не на основе телевизионных советов или советов неких специалистов, а на основе главного советчика, самого Спасителя, который даровал нам и запечатлел на страницах Евангелия свои слова. Я уверен в том, что абсолютное большинство людей, конечно, имеет своим приоритетом именно то, о чем я говорю. Потому что, наверное, если бы было иначе, ну, навряд ли бы народ наш прошел через все эти страшные исторические испытания. И даже тогда, когда формально люди отреклись от веры, назвали себя атеистами, они ведь по инерции-то жили евангельскими заповедями. Нигде в марксизме не сказано, что нужно грудью броситься на амбразуру. Ни в одном воинском уставе этого не сказано. А люди вставали, шли, грудью закрывали амбразуру. По какому закону, по какому требованию, да по этому самому божественному требованию. Блажен, кто душу свою положит за други свои. Поэтому самый главный закон, который является основополагающим для всех законов, это закон Божий. А значит, вера во Христа, Господа и Спасителя, посещение храма, молитва, добрые дела, это опять-таки не то, что мы должны делать по остаточному принципу, когда уж все сделали, ну вроде теперь в церковь схожу. Это самое важное дело, поверьте мне, это самое важное дело. И особенно воскресный день. С чего может еще начинаться у православного человека воскресный день, как не с посещения храма? И вот чем больше будет людей наполнять наши храмы, чем больше будет соприкасаться с духовным опытом, принесенным нами сквозь тысячелетия от апостолов, от святых, от наших благочестивых предков, тем сильнее, мудрее мы будем. А ведь без мудрости никакого счастья не построишь. в этот святой день воскресный я бы всем нам хотел еще и еще раз пожелать неформально относиться к своей вере, не по привычке ходить в храм, сознательно ходить в храм, понимать, что вера и жизнь по вере, слышание Слова Божия и жизнь по этому слову есть самый высокий приоритет в человеческой жизни, потому что все другие инструкции распространяются только на внешнюю сторону человеческой, земной жизни, а инструкция, которую мы от Слова Божия получаем, простирается на всю человеческую жизнь, как духовную, так и материальную, и на всю жизнь вечную. Будем хранить эту инструкцию и будем идти по тому пути, который сам Господь указал нам как путь к счастью, путь к подлинной свободе, к путь Его небесному вечному Царству. Аминь. С воскресным днем поздравляю вас. До новых встреч! Д bre Nabх провыка P odeаааааа аминь. До новых встреч! Продолжение следует...